Всем привет! Сегодня 7 февраля среда и решила для вас снять новый блог. И давайте же приступим. Первое, я хочу вам показать свой макияж по традиции. У меня на глазах оливковая нежность от Faberlic. Обожаю эти тени. И подводка Malva в зеленом оттенке. Дуо сама по себе, как вы видите, она не зеленкой, она именно такая зеленоватая на глазах. Что я хотела вам еще показать. У меня немножко беспорядок, потому что занималась именно съемкой для вас видео. Вот эта Malva подводка с зеленой фломастерой, которая супер бюджетно стоит, мне безумно нравится. Сейчас я это все буду разбирать, раскладывать, фотографировала, делала для вас. В марте выйдет топ-10 бюджетных находок декоративки и топ-10 бюджетных находок ухода. А что хотела показать, это моя сестра мне принесла, у нее книги, она в клубе семейного досуга. И она заказывала вот столько разных книг по рукоделию, именно по вязанию, гачком и с шпицами. Здесь разные узорчики, буду что-то пробовать делать. Очень вдохновляют такие книги. А еще я сделала снут, сейчас вам вставлю, как он выглядит. Я вам показывала в предыдущем блоге, что его делать. Девочки, не судите строго. Вот такой у меня получился шарфик-снудик. Это первая моя работа, ну вторая, первую я вам показывала подушечку. Наверное, более прикольно смотрелось бы, конечно, на пальто, но это не мой снут, я его оттаю маме. Она его будет носить, он длинный, для того, чтобы она могла надевать его на голову, если плохая погода, потому что она не любит у меня шапочки. Вот так получился. Как на меня на первый раз неплохо, себе тоже хочу такой снутик, просто в другом цвете, потому что хочу на весну что-то более яркое. Как вам моя первая работа для того, чтобы реально носить? Пишите, понравилось, не понравилось. Вот так лучше видно на улице. Вот такой вот снутик. Как вам, нравится или нет? Если сейчас сниму, покажу вам его еще поближе. Вот так он такой огромный. И цвет мне очень нравится, но этот цвет мы подбирали, чтобы подходил маме к лицу, и как бы чтобы не колючий, и при этом приятная нитка. Достаточно долго его делала, он такой широкий, но мама именно хотела такой супер широкий. Я безумно довольна, себе обязательно тоже хочу снутик. Но, конечно, мне кажется, мне подойдет немножко другого цвета. Но еще не решила какого. Даже думаю себе сделать более тонкой нитки на весну, но какой-то яркий. Что, как вы думаете, понравился ли вам мой снутик? Итак, показала вам свой снутик. Продолжается среда. Сейчас буду делать эти салатик о левешку, потому что это любимый салат моего папы. А у него завтра день рождения. И хотела бы с вами, как всегда, чуть-чуть поболтать. Завтра будем идти в Ушгород, буду вам что-то снимать. Потому что сдаю анализы, у меня как бы декрет начинается с этих дней. Там нужно кучу-кучу анализов сдать. И еще в предыдущем видео говорила, что у меня неправильно стоит ребенок. Его нужно перевернуть, нужно поделать в упражнении. И буквально вчера, по-моему, мы были врача. И уже все хорошо позавчера, пандемик. У меня мы делали такое быстрое УЗИ. Ребенок я поделала 3 дня в упражнении, ребенок перевернулся. Теперь все отлично. Мы здоровы, но, как всегда, у меня проблемы с лишним весом. Потому что очень люблю сладкое. Нужно отказываться. Оливье кушать не буду, только сделаем для папы. И какой-то тортик сделаем домашний. Но я это все кушать не могу, мне нельзя. Буду есть апельсинку. Сейчас вам покажу. Потому что знаю, что в всей Украине у вас снег, у вас зима, красиво. А у нас 7 февраля. И, как вы видите, солнышко, никакого снега. Был легкий мороз. И вот такая вот погода. Еще, думаю, нужно мне обязательно пойти немножечко погулять. Не знаю, успею я сегодня или уже только завтра. Потому что сейчас все хотим папе поделать. Но если где-то выйду, обязательно возьму вас с собой. Вышло красивое солнышко. Я решила сделать уборку в своем таком туалетном столике. Это компьютерный столик. Но у меня он приспособлен под мою косметику. Вытянула все. Моя вся косметика помещается в одно такое отделение. Здесь внизу просто подклеила обои. И там стоят все мои тенюшки. Вот так они все выглядят. Вся моя декоративная косметика. Как вы видите, у меня маленькая, небольшая коллекция. И хотела вам рассказать. Сейчас пользуюсь вот таким вот шампунем. Бальзам от Ивраше. Я в восторге. Но абсолютный восторг. У меня вызывает вот это маслице. Для волос оно просто шикарно действует. Просто недавно делала заказ. Решила вам рассказать уже первые впечатления. Так же, как мне нравится безумно. Вот этот вот кремик от Ивраше. Питательный. Действительно такой более густой. Более питательный на зиму. Сейчас все это буду убирать красиво. Складывать в свое... На место в тумбочку. Все поскладываю. И тогда вам покажу, что получилось. Возможно вас удивит. Но пока у меня такая организация туалетного столика. Здесь стоит весь мой уход, которым сейчас пользуюсь. Но не весь. Еще есть умывалки. Некоторые шампуни, которые я держу в ванной. А эти не держу, чтобы не портились. Здесь более такая... Одна температура. Пока так. На столе у меня всегда стоят две пудры. Люкс. Она дает более цвет и более сильное покрытие. Просто для закрепления. Рассыпчатые Ивраше. Оформляю брови с помощью теней от Фаберлик. Здесь румяна и скульптор Эйва. В одной баночке кисточки. Такие милые баночки. Подружка подарила. Здесь все мои карандашики, блестки, блеск для губ, лайнеры. Вот такое все большое. Сейчас пользуюсь двума атомальными кремами. Но не в восторге. Подводка и одни тени. Если я хочу еще какие-нибудь, открываю тумбочку. Здесь все мои помады. Эйвен Фаберлик. Жидкие тени, глиттеры Тет-а-Тет. Тоже еще от Эйвен. Фаберлик помадка. И все мои палетки тут вот так раскладаны. Чтобы легко их можно достать. Сзади у меня стоит именно бронзер Beauty UK. Он только на лето. И это рассыпчатая пудра в самом светлом оттенке от Эйвен. Очень темные только для лета. А тут все близко. Как видите, у меня маленькая коллекция. Но как раз можно все достать легко. И всем пользоваться по настроению. Каждый день. Вот такая вот у меня была небольшая уборка на туалетном столике. Надеюсь, вам понравилось. Хочу вам показать относительно невредные чипсы с лаваша. Берем лаваш, режем на кубики. Ставим в духовку. И чуть-чуть поливаем подсолнечным маслом соли. И получаются вот такие классные чипсы. Этим чипсам делаем соус. Очень просто. Берем сметану. Нужно немножечко майонеза. Я добавляю орегано. И немножечко чесночка. Перемешиваем. Получается очень вкусно. Итак, сегодня 8 февраля. Как и говорила, приехали в город, чтобы сдать анализы. Потому что буду идти в декрет. Тут очень много разных анализов. Плюс муж должен сдать кровь на донорство. Это обязательно. Если вы беременны, то у нас так. Муж должен сдать кровь. Ну, как бы меня это не смущает. Мы с мужем уже были несколько раз донорами. Я считаю, если вы здоровы, нет никаких противопоказаний, то стоит сдавать кровь. Потому что, ну, как бы понятно, что это не за деньги. Там буквально какие-то копейки платят. Мы просто приходили несколько раз сдавать. Потому что понимаем, какая-то огромная проблема, что никто не сдает кровь. И просто кому она очень нужна, нету откуда достать. Поэтому мы несколько раз уже такой, как бы, и шли и сдавали кровь. Хотела вас спросить, сдавали ли вы кровь просто так, ну, чтобы кому-то помочь. Мне даже звонили, когда мы жили в Тернополе, что там кому-то срочно нужна была кровь, но я не могла приехать. Говорят, это вредно, но это вредно, если вы сдаёте, там, 3-4-5 раз в год. Если вы сдаёте один раз, это даже очень полезно для организма. Можете почитать, посмотреть, организм обновляется. И, как бы, мне кажется, стоит всё-таки иногда просто сдавать кровь. Ну, мы так делаем, по крайней мере. А сейчас жду уже мужа. Он должен уже выйти. Идём ещё, нужно кое-что прикупить. И будем ехать домой, праздновать день рождения папы. 9 февраля. Мы вышли немножко погулять. Посмотрите, у нас буквально полчаса от дома, и можно попасть в такой, можно сказать, непроходимый участок дороги. И сейчас мы уже где-то более часа гуляем. Мне нужно гулять, но, как вы видите, у нас даже не пахнет зимой. У нас полностью весна, и в воздухе запах весны. И, как бы, всё скоро начнётся распускаться. Не знаю, будет ли ещё зима, но очень классно, очень круто вот так вот прогуляться. Ну, конечно, болото, но мы хорошо оделись, обулись и гуляем. Я в курточке мужа уже. Как вы видите, здесь такое немножко болото, но очень свежий воздух. Но при этом тепло. Видите, сзади меня такой кручеёк, но мы хорошо обулись. Так что гулять можем. Мы с мамой вышли. И уже более двух часов по свежему воздуху, медленно, не спеша гуляем. Вот такая вот природа. Очень красиво здесь будет весной и осенью. Тоже обязательно придём погулять. Гуляем дальше с мамой. И, как бы, в скале, в мини-горе таком сделан вот такой вот подвал. Здесь хранят вино, могут хранить какие-то овощи. Как вы видите, здесь несколько. Это, как бы, жители посёлка сделали себе уже давно. И, как вы видите, так прикольно. Там, ну, в середину мы не будем смотреть, но выглядит очень интересно. Как вы видите, там в середину идёт само помещение. Сегодня уже суббота, 10 февраля. И хочу вам показать, чем я занимаюсь вечером. Сейчас уже где-то 8 часов вечера. И я вырезаю вот такие вот бабочки. Сделала шаблоны и разноцветные. Это будет очень классная игрушка для ребёнка. И украшение стены с помощью бабочек. Но этот, как бы, как я это делаю, я вам обязательно отдельно отсниму. И ещё хотела показать. Надеюсь, сфокусирует. Я не смогла удержаться. Сделала себе уже весенний маникюр. Я понимаю, что только 10 февраля. Но у нас солнышко, у нас тепло. И мне захотелось бабочек даже на ногтях. Видите, как у меня получился такой сиреневый оттенок. И бабочки от Фиберлик. Наклейки достаточно тяжело наклеить и вырезать точные размеры. Но если получается, то выглядит очень классно. Сейчас вам попробуем на этой ручке показать. Вот так выглядит. Мне безумно понравился этот весенний маникюр. Продолжаю вырезать. У меня ещё много оттенков. Бабочек, ну, что на игрушку, на стену идут. И, как бы, когда буду делать, обязательно для вас будет видео, на котором я буду делать эту игрушку. И также обязательно, как всё украшу, я вам покажу. Но это уже видео будут немножко попозже. Потому что здесь нужно очень много чего ещё доделать. Вот такой вот творческий процесс. Смотрю видео и делаю. На этом, наверное, буду заканчивать свой влог. Потому что уже много наснимала. Надеюсь, вам он понравился. Если да, ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok